друзья всем привет вы на канале рыболов копатель и мы вновь приехали на раскопку будем ходить бродить все что интересное найдем все вам покажем поэтому не переключайтесь кто еще не подписался подписывайтесь впереди много интересного подписывайтесь чтобы не пропустить посмотрите какие виды сегодня какая гладь озерная приехали сегодня мы втроем антон генерал приехали на разведку в новые ребята что-то похоже на кусок брони посмотрите металл какой мощный смотрите ребят какие крепления попадаются вполне возможно тут какая-то техника военная разбита было всякий силу мин вот очередная запчасть перчатку для сравнения положил посмотрите что такое может быть явно тоже что-то по технике вот еще одна деталь ребята выскочила все сомнений нет что тут техника было разбито что-то даже какие-то надписи что ли там помыл он какие-то цифры проявились что это такое кладем в накопитель лошадиная тема но это суприжи да что еще весело я запчасти копаю от машины техники прикольные эти пепельницу можно сделать сразу тоже устал уже говорит ну вон посмотрите выкорчевал ешкин крот какая сектор какого-то купола тоже тоже брони бронемашины из какой-то толстый смотрите какой ошалеть по ямку закопал сразу свежатинка аж струей бобра запахло блин вот такой колун немецкий вылетает только вчера подарил один топор и вот он вернулся можно сказать такой же как подарил вся площадь вокруг водоема звенит в основном это обрывки жести осколки стали иногда довольно толстые но вспоминая предыдущее видео и разговоры про металлокоп сюда к сожалению на автомобиле не подъехать а до машины ни много ни мало а 45 километров но все равно удивляет что относительно недалеко от цивилизации такие места у нас еще сохранились в том что откапываемые детали это фрагменты бронетехники сомнений нет но все они настолько разные также краска нанесенная на них тоже вызывает большие сомнения позже вы поймете о чем я но тем не менее согласно истории вокруг двух поселков близ которых мы копаем проходили жестокие бои ну и плюс сами поселки были довольно немаленькие их соединяли дороги ну по верховая броня то там блин бобер что сорите толщина дальше смотрите бахрома как и тут такой ногой запнулся зуб торчит трак что ли я его поднять не могу большой сейчас буду покапывать так вот 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 так. Вот еще это фигня. Тяжеленная просто жесть. Помните, я говорил о краске деталей? Так вот, обратите внимание, данная краска, она не характерна ни для советской бронетехники, ни для немецкой военного периода. Что это такое? И краска серая. А тяжелая такая батюшки мои. Все звенит. Вот таким вот примерно железом. Видите, серая краска. Краска непонятная тоже. Вот такие сектора, весь лес. Но, ребят, это находится от ближайшей дороги километров пять, наверное. Ну, удивительно, что еще такие места у нас есть. И все в железе вокруг этих поселков. Это просто жесть. Техники перебитой целая куча. Но все вот в такие щепки. Ну, вон еще что-то торчит. Опять, опять эта фигня, ребят. Бляха, муха. Выкорчевать ее. Что это такое, бляха? Тут желтые какие-то. Сейчас помою, посмотрю. Интересно, что это такое. Тоже, которое. Вот, помыл. Вот эта внутренняя часть, она вращалась. Тут какой-то желтый цвет. Короче, не знаю, что это. Ребят, кажется, это терминатор. Нос грязный, главное. Ну, вот так вот получилось, ребят. У меня лично. Как-то переть все, хрен его знает. До машины 5 километров. И бросать жалко. Думаю, когда по суше здесь будет, ребят, в сухой сезон, обязательно надо будет полазить по этим дебрям. Потому что сигналов масса. Просто масса. Ну, а это кадры специально для всех женщин. С 8 марта. С наступающим 8 марта. Всех подписчиц и зрительниц. Вот они, первые подснежнички. Смотрите, красота какая. Ну, что, ребят, идем вот. Тянемся к машине. Короче, тащу трак. Короче, блин, далеко. Километров 5 идти где-то. Тяжело. Антон по сокращенной версии пошел он уже возле машины. А мы тянемся еще с генералом. Ну, как вам, товарищ генерал? Тяжко, тяжко. Хоть несу только твой прибор, но мне тяжко. Тяжелый у меня прибор, да? Очень тяжелый. Жесть. Такой выезд у нас получился, ребят. Всем спасибо за просмотр. Кто по деталям может подсказать, пишите. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.